Три обстрела со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали в Министерстве обороны Украины. С начала этих суток ночью из гранатометов боевики обстреляли защитников Гнутова. А уже утром под гранатометным огнем оккупантов оказались позиции вблизи Старогнатовки. Из подствольных гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Водянова. С начала текущих суток потери в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет. По информации Главного управления разведки, российские оккупационные подразделения используют перемирие для наращивания боевых возможностей. На временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей из России прибывают дополнительные артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении в том числе реактивные системы залпового огня. Прибывшие подразделения дислоцируются в основном на территориях объектов так званой государственной коммунальной собственности, в том числе образовательных и медицинских учреждений. А за минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. В частности, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Крымское, Новотошковское, Луганское, Травневое, Пески, Павлополь, Лебединское и Водяное. Потерь среди украинских защитников нет. С полуночи 29 августа в связи с началом учебного года на Донбассе объявлено так называемое «школьное перемирие». Об этом договорились на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 22 августа. 370 нарушений режима «тишины» зафиксировали наблюдатели УБСЕ с начала действия так называемого «школьного перемирия» на Донбассе. Об этом рассказал зампредседателя специальной мониторинговой миссии Александр Хук. В частности, он также отметил, несмотря на снижение количества нарушений режима прекращения огня, окончательно обстрелы не прекращаются, в том числе на двух участках, где планировалось разведение сил в станице Луганска и Петровском. С тех пор, как перемирие вступило в силу после полуночи в среду, мы отметили ускоренное снижение количества нарушений режима прекращения огня. Нарушения продолжаются после очередного возобновления сторонами обязательств. Мы фиксируем их пусть на низком, но все же стабильном уровне. Почти 7 тысяч постановлений вынесли российские власти в отношении жителей полуострова, которые отказались получать российские паспорта. В период с начала оккупации Крыма по февраль 2018 года. Такую информацию озвучила Крымская правозащитная группа. По их данным, 37% этих постановлений о депортации граждан Украины, как мигрантов, нарушивших сроки пребывания на полуострове. Устные замечания получили лишь 4%. В оккупированном Крыму массово блокируют доступ к информации. По результатам мониторинга Крымской правозащитной группы, притеснение свободы слова и цензура СМИ на полуострове имеют более массовый характер, чем в самой России. В частности, крымские провайдеры массово перекрывают доступ к украинским новостным сайтам. Мы взяли список из 30 сайтов, которые полностью или частично заблокированы в Крыму. Из этих 30 сайтов, например, в Москве заблокировано 6, а в Симферопольский провайдер КСТ блокирует 29. Причем законных решений суда, ну, законных, так называемых законных решений суда, даже по российским законам, на их же сайтах Роскомнадзора я нашла только 5. А остальные сайты блокируются совершенно незаконно. 26 спецназовцев водили шевроны подразделения КОВТ. Это финальный выпуск бойцов корпуса оперативно-внезапного действия. Их обучение длилось 8 недель. Выпускников направят в 10 областей Украины. Первый набор в КОВТ провели 3 года назад. Заявки подали более 7 тысяч желающих служить в подразделении специального назначения. Было отобрано и прошли обучение чуть более 500 бойцов. Корпус укомплектован почти на 80%. КОВТ – это подразделение национальной полиции Украины для решения чрезвычайных ситуаций высокого уровня. На сегодня такие подразделения есть во всех областях Украины. На церемонии выпуска присутствовала посол США в Украине Мария Иванович. Она передала ключи от 11 автомобилей для работы спецподразделения. КОВТ – это подразделение, которое используют только в крайнем случае. КОВТ – это как скальпель хирурга. Спецназовцы достаточно эффективно обезвреживают правонарушителей. Они принимают решения мгновенно. Вселенский Патриархат предоставит Украине Томас об автокефалии. Об этом сообщает в Фейсбуке. Пресс-секретарь Православной Церкви Киевского Патриархата архиепископ Евстрати Заря. По его словам, об этом Вселенский Патриарх Варфоломей заявил сегодня на встрече в Стамбуле с предстоятелем Русской Православной Церкви Патриархом Кириллом. Подробности переговоров рассказал журналистам после встречи патриархов митрополит Иммануил. В частности, он сообщил, что Вселенский Патриархат, цитирую, сообщили патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола в Украине и предоставлению автокефалии, которая имплементируется, конец цитаты. В пресс-службе Вселенского Патриархата пообещали дать комментарий позже. Больше об этой встрече и результатах в следующем выпуске. Сыры с трюфелем, перцем чили и ирландским виски. На Львовщине молодой фермер Назар Кмить основал сырную ферму. Уже три года он выращивает козы, варит сыры из натурального молока без примесей. Такой технологии научился в Нидерландах. Как изготавливают натуральный продукт на украинских землях – далее в сюжете. С восьми лет Назар профессионально занимался футболом. Из-за серьезной травмы покинул спорт в 23 года и решил основать свою сырную ферму. Я сначала был в шоке, как это так резко от футбола до сыроварения, потому что это совершенно разные вещи. Со временем я понял, что это хороший бизнес-план и он нужен в Украине. Свой бизнес парень начинал с закупки во Франции 300 коз альпийской породы. Сейчас их на ферме почти две тысячи. Кормят коз сеном, которое фермер выращивает сам, а еще подкармливает минерализированной солью. «При Карпатии – это горы, чистый воздух, идеальные условия для животных. Много хороших полей для сенокоса. Поэтому хорошо, что так совпало, и Бог нам помог найти эту землю». Вместе с главным технологом Назар три месяца учился секретом сыроварения в Нидерландах. Там и закупил все необходимое оборудование. «Мы сейчас находимся в зале бесконтактного доения. Здесь находится специальное оборудование. 24 козы доятся одновременно. Пока мы единственные в Украине, кто доит коз таким аппаратом. У нас стоит там рамка, которая считывает чип каждой козы. Мы знаем, кто уже подоенный. Также есть счетчик, который считает литры молока». «Пастеризуется молоко при температуре 75 градусов. Моментально охлаждаются, затем попадают в сыроварку. Дальше идет процесс сквашивания молока с закваской и добавления фермента». Более двух часов сквашеную массу прессуют в специальном оборудовании. Далее головки сыра попадают в соленый бассейн. Здесь они солятся 24 часа. Затем сыр отправляют на созревание. «Сейчас в этой камере дозревания находятся около 8 тысяч головок сыра. Здесь они должны храниться не менее трех месяцев». Чтобы приготовить сыр с виски на 50 литров молока, используют более 8 литров этого напитка. Покупают его в Шотландии. «Мы первые в Украине, кто производит сыр с виски. Он очень вкусный. Алкоголь в нем практически не чувствуется, а только приятные послевкусия. Также изготавливаем сыры с орешками, труфелем, перцем, чили и специями. Такими, как пожатник. Он имеет ореховый вкус. Очень вкусный сыр». Пока такими сырами могут полакомиться только в Украине. В следующем году фермер планирует экспортировать свою продукцию в Европу. Юлия Бельвадим, Дмитриев, Львов, ЮАй ТВ. Два украинских футбольных клуба узнали своих соперников по Лиге Европы УЕФА. Только что в Монако закончилась жеребевка второго по значимости футбольного клубного турнира Европы. Киевская «Динамо» попала в группу «Кей», где сыграет со станой с Казахстана французским «Ренном» и чешским «Яблонцем». Полтавской «Ворскле» в группе «И» предстоит встреча с английским «Арсеналом», португальским «Спортингом» и «Карабахом» из Азербайджана. Напомним, «Луганская «Заря» вчера упустила путевку в групповой этап Лиги Европы на последних минутах противостояния с Лейптигом 2-3. А накануне «Донецкий шахтер» также узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА. Это английский «Манчестер-Сити», французский «Леон» и немецкий «Хофенхайм». В групповой раунд в группе «Ф» горняки начнут домашним поединком против «Хофенхайма» 19 сентября. Закончат игрой дома матчем против «Леона» 12 декабря. Из-за оккупации России и Донецка домашний матч «Шахтер» проведет на стадионе «Металист» в Харькове. Леся Цуренко побеждает вторую ракетку мира на пути в третий раунд УЕС «Опен». Украинке понадобилось два сета и час сорок, чтобы оставить неудел Каролин Возняцкий из Дании. 6-4, 6-2. Для соперниц это был второй очный поединок. В 2013 году Возняцкий обыграла Цуренко на открытом чемпионате Австралии. В третьем круге Цуренко сыграет против чешки Катержины-Синяковой. В этом же раунде первая ракетка Украины Элина Светолина за выход в 1-8 финала сыграет с китаянкой Ван Цян. Это и другая информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok